МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первой и второй группы, которые находились на инвалидности не менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, снижаются требования по страховому стажу для назначения пенсии по достижению пенсионного возраста, пропорционально времени нахождения на инвалидности. Что касается инвалидов с детства, то им также есть изменения. На 5 лет снижаются требования по стажу работы, который необходим для назначения досрочной пенсии по возрасту. Женщинам с 20 до 15 лет требуется стаж, а мужчинам с 25 до 20 лет. Кроме того, с 1 сентября изменится размер ежемесячной адресной помощи многодетным малообеспеченным семьям. И получать ее можно будет в течение года, а не 6 месяцев. В одном из указов также были установлены надбавки для сотрудников государственных социальных служб, работа которых осложнилась из-за пандемии коронавируса. В Гомельской области 14 интернатных учреждений, 9 круглосуточных отделений. Там живут около 3000 человек. Чтобы минимизировать распространение инфекции, интернаты перевели на вахтовый метод работы. Трудиться нужно по 14 дней, не покидая территорию учреждения. 18 мая главой государства подписан указ о материальном стимулировании данной категории работников. Указом предусмотрены доплаты за работу в условиях вахтового метода. Доплаты данные дифференцированы в зависимости от категории работников, ну и степени работы с инфицированными больными. И хорошая новость для семей, которые мечтают иметь собственного ребенка. Новый указ включает одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Помощь будет оказываться адресно. Важен возраст женщины до 40 лет и наличие медицинских показаний. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели.